Маховик пропаганды раскручен, в Вашингтоне продолжают обвинять. У нас есть доказательства того, что русские намерены поставить украинским сепаратистам более мощные системы залпового огня. И у нас есть доказательства того, что из России ведется артиллерийский огонь по позициям украинской армии. Это та информация, которую я смогла получить для вас у наших друзей из разведки. Хотелось бы узнать, где эти новые доказательства? Они основаны на разведданных. Я не могу назвать их источник и методы их получения. Вы могли бы дать нам адрес видео на Ютьюбе или что-нибудь в этом роде? Другие вопросы есть? Когда вы выдвигаете подобные обвинения, вы должны представить серьезные доказательства, а не просто фразу «я так сказала». Это не просто потому, что я так сказала. Я основываюсь на данных разведки. Не я выдвигаю обвинения. Это вы, ребята, идете в Совет Безопасности ООН с такими обвинениями. Госсекретарь выступает по телевидению с такими обвинениями. А когда вы представляете доказательства, оказывается, что, по крайней мере, некоторые из них доказательствами и не являются. Я с этим категорически не согласна. В отличие от заместительницы Джен Псаки, американским разведчикам на брифинге, где они представляли так называемые доказательства, разрешили не разглашать имен. Наверное, было стыдно. У известного по хроникам громкого скандала «Иран Контрас» журналиста-расследователя Роберта Перри есть этому объяснение. Представим себе, что аналитики ЦРУ рассмотрели спутниковые снимки и склоняются к тому, что ракетный комплекс находился в руках украинской армии. Однако за отсутствием достоверной доказательной базы они не спешат официально об этом сообщать и хотят сначала все перепроверить. Но тут госсекретарь выступает с заявлением, которое противоречит их заключениям. Поставьте себя на их место. Возможно, в такой ситуации вы бы отказались от своих выводов, чтобы не навредить своей карьере. Статья Айвана Элланда. Трагедия Боинга вновь показала миру лицемерие США. «Я думаю, что американская пресса сейчас становится более антироссийской, чем обычная. Это стереотипы холодной войны. Все это из-за некого разочарования тем, что Россия не стала похожей на США в своем политическом устройстве. Эта трагедия с лайнером дала США повод усилить давление на Россию, привлечь на свою сторону европейцев, которые гораздо теснее общаются с Россией. Хотя бы потому, что ЕС не так решительно настроен на санкции, как США». Исторические параллели напрашиваются сами собой. Фотографии из интернета, смонтированные в СБУ аудиозаписи, анимированная графика вместо подлинных спутниковых снимков. Многим в Америке это все больше напоминает содержимое пробирки, который тряс Колин Пауэлл. На то, какие руины оставили по себе прорабы иракской демократии, Украину внимания тоже просят обратить. Валентин Богданов, Виктор Казаков и Елена Соколова. Вести из Нью-Йорка. Знаменитый режиссер Оливер Стоун заявил о том, что американская версия крушения малазийского Боинга – это не более чем пропаганда. Стоун призвал не верить заявлениям Белого дома и ознакомиться с работами американских же журналистов – Роберта Перри и Пеппе Эскобара, которые указывают на то, что в катастрофе могут быть виновны киевские военные. Причем Перри ссылается на утечки из ЦРУ, согласно которому у американской разведки есть спутниковый снимок запуска ракеты с позиции украинской ПВО. Журналистская критика в адрес Вашингтона звучит и по другую сторону океана. Корреспондент британской газеты «Гардиан» Саймон Дженкинс в своей статье заявил, что трагедия с малазийским Боингом – это чистая случайность, которую Запад пытается использовать в своих интересах для давления на Россию.